Если существует в расширенном смысле вопрос штрих от х, в некоторой точке х. В расширенном смысле это имеется в виду, что либо производная рост существует, либо существует производная равная бесконечность. То есть, как я говорил, касательная графика может быть вертикальна, когда, естественно, говорится о производной равной бесконечности в некоторой точке х, то есть в том вопрос штрих от х правилом нулю или плюс бесконечность. Давайте предположим, что для начала, что х число иррациональное. Иррациональное, да. Чтобы считать производным, мы сейчас должны приращение функции разделить. Правда, правильно. Так, пусть для начала х число иррациональное. Когда, значит, ну у нас только поскеливались вот этих отрезков бесконечны. Вот твусть х, вот взяли иррационное, по нему получили вот этот дельтониан и один иррационный, содержащий х. Это дельтониан, это АВ на ЦТ. Вообще концы они зависят от этого. Правда же? Конечно. Но я писать не буду, что ровно надо. Индекс n не буду писать. Но они зависят от n. Теперь. При n стремящейся бесконечности. А. Предположим, что существует вопрос штрих от х равный А, которое не равно нулю и не равно бесконечности. А это положительное число. Ну положительное. Так вот вопрос от ЦТ минус вопрос от АВ делить на ЦТ минус АВ призем при пято стремящейся бесконечности равен А. Ну да. Потому что у нас есть ваш фенец. Но она зажжет. Она зажжет. Она зажжет на 2В и ЦТ. Ну ясно совершенно, что это расстояние здесь к нему. Ну потому что это из того же факта, что у нас сумма кардана растет. Потому что у нас вот эти штуки растут. Значит вот под это произведение дало стремительность бесконечности. Конечно. Значит это сходится в суд. И значит то, что мы считали, это вот в видеоразначения на вот этот главный официант, вот этой вот секущей. Но у нас в курсе одной переменной. Тут никуда его не деться, он именно стремится с ним. Нет, ну это мы стандартные леммейзонансы. На самом деле это что в курсе у нас ведь есть. Я о том и говорю, что вот в видеорема, который мы наказываем, это результат, это, так сказать, это есть некоторое оправдание анафиза. Вот в свое время у сколасов было такое, так сказать, понятие теодицея оправдать. Существование Бога требовалось оправдать. А мы находимся в такой ситуации, что нам надо оправдать существование анафиза, что это вот не предмет для того, чтобы учить студентов, а в нем какой-то смысл есть. Вот в этом и заглядимся. Но мы знаем, чему равны эти выражения. То есть то, что написано под знаки предела, на самом деле, это предел 3D на числе бесконечности, BD на 2 степени. А теперь мы совершим следующее действие. Мы возьмем медиану. Мы не знаем, где она именно расположена. Ну, поэтому вообще говоря, если честно, я должен вам выбрать случай, либо должен как-то сказать, что независимо, объяснить как-то, почему независимо от выбора случая. В моем осуждении, если здесь медиану A плюс C, B плюс D, и давайте ограничить сейчас случай, вот это расположение. Хорошо, хорошо, это понятно. И применим ту же самую формулу, что у меня будет, понимаете, предел при n стремящей бесконечности. Вопрос от A плюс C, B плюс D минус вопрос от A, B делить на A плюс C, B плюс D минус A, B. Он врагом тому же, потому что мы предположили, что существует какой-то возглас. Да, только там будет во всех гнев плюс один. О, как вы уже, как вы уже думаете, но я неidal. Пожалуйста, а я не... Я в курсе написал, а вот такой, да, да и я не пришел вот этому, пиду. А нет, ну, да, он, скажи, хорошо. Так что он-то и Вишки решил там будет во 2 степени гнева плюс один. И с этого и противовечие получилось, что там не во 2 степени гнева, а во 2 степени гнева плюс один. У нас есть вот такой прекрасный предел. То есть мы написали вот эти крючки по-человечески. А когда мы их напишем, мы напишем, что вот это А, оно равно пределу при n, снимающейся бесконечности, вот здесь будет 2 в степени n плюс 1, да, а тут будет b на b плюс 2, потому что произведение знаменателя теперь другое, b на b плюс 2. Да. И мы предположили, что это не ноль, а не бесконечности. И теперь мы говорим, что если эта последовательность стремится к А, а эта последовательность тоже стремится к А, и А не ноль, и не бесконечности, то их отношения стремятся в единице. По теореме из-за данной теории, а мы сейчас студентом. Стремитесь, да. И так делаем вывод. Что? Др. Вывод. Др. Что в пределах при n, снимающейся бесконечности, что уже там, b сократится, b плюс d на d, это я вот это разделил на это на 2d, потому что здесь вот тут 2 в степени n, а здесь 2 в степени n. До 2d, до 2d, до 2d. Но после небольшого упрощения, это означает, что предел при n, стремящейся бесконечности, b, d равен единице. Да. Но у нас x с таким же успехом получится, что предел при n, снимающейся бесконечности, b делить на b плюс d равен единице, потому что что вы доказали? Мы взяли две соседние дроби, две соседние дроби, и доказали, что предел отношения изменателя равен единице, а следующие соседние дроби имеют изменатель b и плюс d. Можно все-таки объяснить по поводу того, с какой стороны от x лежит, все-таки попонятнее, потому что если оно может лежать с этой стороны, может с той, и соответственно нужно применять ту одну формулу, ту другую. Если бы лежала медианта a плюс c на b плюс d. Ладно, давайте, хорошо, давайте, давайте сделаем, вот у нас, вот у нас a, b, вот у нас c, d. Рассмотрим ту последовательность, вот медианта a плюс c на b плюс d. Давайте мы, вот, x у нас какое-то число, либо, x не рационально, значит ли, либо бесконечно много раз случается, вот такая картина. Да. Либо бесконечно много раз случается вот такая картина, и мы берем подпоследовательность тех интервалов, для которых картина случается бесконечно много раз. Я сейчас рассмотрел именно вот, когда случается бесконечно много раз картина с красным узлом. То есть я беру вот эти две точки, и устремляем бесконечности, и эти две, и именно им соответствующие. Если бесконечно много раз случается другая картина, просто я должен b и d мне не поставить. Все равно будет противоречие, ну, здесь будет, ну, не b на плюс d, а d на плюс d, а d на плюс d, а d на плюс d, ну, b на плюс d. То есть вот в тот момент, когда случается вот такая штука, с вот этой штука, как раз и происходит колебание производства, проколыка. В любом случае, кстати, вот такое рассмотрение здесь приводит к противоречию. Хорошо. Итак, если x, давайте посмотрим, что же мы доказали. Мы доказали, что если x число иррационально, то производная не может равняться конечному числу. Потому что если, конечно, оно подъаблюдается, получается там противоречие, значит, либо а равну А, либо Р равно за человечество. Значит, ну, давай, что давайте давайте. Тема как раз на обороте конца. Для какого-то счастья надо разобраться со случаем, когда x есть число рациональное.